Представьте себя иностранцем в собственной стране, и вы поймёте, как чувствуют себя неслышащие и слабослышащие люди. Так о своих ощущениях говорит Андрей Калинкин. Мужчина живёт в мире тишины с раннего детства. Но трудности его не останавливают, а закаляют. Талантливый мастер уже четыре года работает барбером и каждый день общается со своими клиентами. Я желаю всем, кто плохо слышит или не имеет слуха, использовать любые возможности, научить успех в своей профессии и не понять, трудности или не приняты мир из всех. Мы уже давно следим за профессиональным ростом Андрея. С каждым годом он становится всё увереннее в своём мастерстве, проходит обучение, совершенствуется и всё больше и больше любит то, что делает. У многих людей со сниженным слухом, либо с установленным диагнозом глухота, у них у многих развиты именно творческие способности. То есть даже если у них по каким-то причинам не получается найти себя в какой-то конкретной профессии, где-то на том же производстве, очень многие начинают заниматься каким-то творчеством. История Андрея – яркий пример того, что глухота не приговор. И люди с ограничениями слуха могут реализовать себя в выбранной профессии, если будут идти к своей цели и не сворачивать с выбранного пути. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.